В отличие от предыдущих лет, программа финансирования реализации проектов по развитию водного хозяйства этого года предусматривает выделение средств только на строительство канализационных инженерных сетей и их реконструкцию. Расходы на строительство водопровода программа не покрывает. Сохраняя традицию проведения работ по реконструкции водопроводных и канализационных сетей параллельно с реконструкцией дорожного покрытия и других наземных коммуникаций, предприятие «Утека» приняло решение выделить собственные средства на реализацию проекта в полном объеме. В следующем году УДК будет продолжать реализовать из фондов Кахезии улучшение водопровода и канализации, расширение. Но, конечно, эти проекты будут уже, проект объема будут немножко меньше, чем в прошлых годах, потому что фонд Кахезии поддерживает только сейчас расширение канализации, но не поддерживает сейчас водопроводы. Потому что, конечно, сейчас расширять сети уже получается для УДК намного дороже. В любом случае, мы делаем эти нейроконструкции расширения сетей в шести небольших таких объектах. В проект включены шесть объектов. Участок улицы Мазос-Преежу от Крускална до Ганнибы 136-138, улица Затио от Видус-Целя до Зати 21, участок улицы Терватес от Дурбус до Терватес 4-6, участок улицы Узварас от Муйтес до Узварас 5, а самые масштабные работы по расширению водопроводной и канализационной сетей будут проводиться на улице Ровежу от улицы Грауду до Ротес. Также планируется построить новую канализационную насосную станцию. В результате осуществления проекта предоставления услуг централизованных сетей будет обеспечено 130 жителям. Тем самым, можно сказать, что если в Анисполсе сейчас можно уже подключиться 98,3% жителей, то после этого проекта 98,5%. Да, 1,5% остается, конечно, но это все такие дома, которые находятся в отдаленных районах по одному-два домику. Если, конечно, стянуть туда трубы по 1,5-2 километра, конечно, это никогда финансово не окупится. Общая стоимость проекта более 870 тысяч евро. Софинансирование фонда Когезис составит 335,5 тысяч евро. Удыка вложит в этот проект около 170 тысяч евро. Татьяна Саксаганская, Артур Анчин, Джодзинч, Андрей Кулыгин, Курзымское телевидение.